МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в программе. Можелесмен Владимир Башко призывает граждан активнее изучать государственный язык. Посещение Дома дружбы вызвало у депутата восторг. Караганда, как всегда, впереди планеты всей. И по площадям, и по оформлению. По всему городу полным ходом идет ремонт автомобильных дорог. Их очередной объезд совершил первый заместитель Акима области Ассалбек Дюсюбаев. Тигровый питон обитает в самых разнообразных местах. В тропических лесах, болотах, на полях и в каменистых предгорьях. Один из представителей этого вида поселился дома у карагандинца. Обо всем более подробно. Караганду посетил депутат Можелеса Владимир Башко. Он встретился с членами Ассамблей народа Казахстана. В ходе встречи Можелесмен отметил негативное влияние актюбинских событий на целостность и стабильность, которой всегда гордилась наша страна. Также он рассказал представителям этнокультурных объединений о предстоящих планах и заботах парламентариев. Подробности далее. Встреча бывшего заместителя министра внутренних дел с представителями этнокультурных центров состоялась в Доме дружбы. Владимир Башко особо отметил красоту здания и значимость его для граждан карагандинского региона. Караганда, как всегда, впереди планеты всей. Значит, и по площадям, и по оформлению. Можелесмен рассказал о новых задачах, поставленных перед членами АНК. По словам Башко, на площадке Ассамблеи нужно создать кафедру изучения государственного языка. Владимир Карпович привел в пример результаты исследования, по которым 78% молодежи разговаривают на русском в повседневном общении. Вот уже 25 лет независимости страны, а люди до сих пор не до конца изучили государственный язык. Хотя для этого есть сотни методик. Депутат пояснил к легким и действенным методикам и будут переходить школьники в следующем учебном году. Но взрослые тоже не должны отставать. Зачастую лень заворачивается в недоработке госаппарата. Три-четыре месяца обещают выучить язык. Вот мы как-то думаем, что нельзя. Оказывается, можно. Новый министр. Я вам хочу сказать, человек, который как раз и хочет внедрить, чтобы мы не запятые, точки с запятой и прочее, а чтобы мы учили язык, на который грамматика нарастится. Государство делает все, чтобы жизнь казахстанцев стала лучше, говорит мажлисмен. А вот председатель этнокультурного центра славяне Бухаржауского района Сергей Коробейников просит депутатов рассмотреть вопрос надбавки к пенсии и льготы на коммунальные услуги. Не хватает, многим не хватает пенсии. Ну, я так считаю, что вот кому не хватает, тем немножко поднять. Вот это вот самые наболевшие вопросы. А насчет национализма у нас вообще разговоров таких не ведется. У нас нет, мы единая семья и все. Также депутат остановился на законе о пастбищах, из-за которого было много шума среди фермеров и митинги. Владимир Башко отметил, что инвестиции в эту сферу нужны, но никто продавать или отдавать землю не собирается. А все слухи – это провокация. Аймамри Анатолий Генрошитов, Александр Цирикидзе, Первый – Карагандинский. Первый заместитель Акима области держит на постоянном контроле ремонт дорог в областном центре. В очередной раз Ассалбек Дюсибаев совершил объезд города. О пунктах его посещения расскажет наш корреспондент. Первым пунктом посещения стал сквер по улице Ленина перед домом номер 3. Здесь завершились работы по благоустройству. Установлена детская игровая площадка, обустроены пешеходные тротуары, клумбы, установлено освещение. Напомним, ранее на этом участке строилось административное здание. И собственник даже успел возвести несколько этажей. Но жители близлежащих домов и общественники города были против этого строительства. В результате местные власти смогли убедить застройщика отказаться от своих планов и вернуть землю городу. Следует отметить, что на благоустройство сквера не было потрачено ни одного бюджетного тенге. Средства по заключенному ранее меморандуму выделил спонсор. Кроме того, сегодня завершился первый этап реконструкции улицы Ленина. На участке от проспекта Бухаржирау до площади Гагарина, где были произведены работы по устройству основания двух слоев асфальтобетона. Обустроены технические и пешеходные тротуары. По всем стандартам оформлены заездные карманы к объектам. И полностью заменено освещение на современные светодиодные светильники. Далее первый заместитель Акима Карагандинской области посетил улицу Баженова, где сегодня завершились работы по среднему ремонту участка дороги от улицы Дубовская до Новонижней. Данный участок не ремонтировался 6 лет. Теперь власти планируют отремонтировать расположенную рядом дорогу на улице Прогресса. В июле развернутся работы полным ходом. В настоящее время проводится процедура государственных закупок. А сколько надо ее купить? Ну хотя бы неделю надо, чтобы она постояла под плотным движением. Закрепление обочин осталось и съезды остались. А это что мы в рабочем режиме сделаем? По итогам объезда первый заместитель Акима области Асулбек Дусибаев дал ряд поручений по качественному и оперативному проведению ремонтно-строительных работ. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде завершилось строительство сквера на улице Ленина. Начиная с 2013 года, жители домов, расположенных по адресу Ленина 1 и 3, боролись за то, чтобы стройка, которая начала расти перед окнами, исчезла. Собственник строящегося объекта пошел навстречу жильцам и прекратил работы. На спонсорские средства было решено облагородить освободившуюся территорию. Появился новый сквер. На открытие сквера прибыли первый заместитель Акима области Асулбек Дусибаев и Аким города Караганды Нурлана Убакиров. Местные жители окружили чиновников благодаря за очередной подарок. Помогали строительстве площадки предпринимателей Караганды. И слава богу, мы сейчас присутствуем, когда землю забрали, незаконно выйдем на земельные участки. И с помощью Акимата, спасибо Нуралу Юрьевичу, три раза мы с ним встречались по этому поводу, снесли три этажа, вдумайтесь вот это, снести, заравнять, найти спонсора и построили, создали радость людям. Детишки, вот огромное такое количество, радуются, и мы вместе с ними. Еще в Караганде появился прекрасный уголок. Дай бог, чтобы у нас больше земельный вопрос никогда не возникал. На сегодняшний день строительство сквера полностью завершено. На площадке постелили искусственный газон, выложили брусчаткой дорожки, создали клумбы с цветами, высадили лиственные породы деревьев, установили детскую площадку, скамейки и опоры освещения. Детвора сразу же опробовала новые качели и горки. На горке катаемся, балуемся, ну, как обычно, да. А что тут особенно очень? Мне нравятся, ну, там веревки, которые висят, ну, как паутина это называется, мне это нравится. И качели вон так. Все эти аниматоры понравилось, потому что новая площадка, то, что все новое, крепкое. Мне нравится играться на этой площадке, она веселая, тут все веселые, все классно. Площадку сделали очень хорошо для детей, сюда все приходят каждый день. Благоустройством сквера занималось управление парками, культурой и отдыха. Строительство было завершено гораздо раньше, чем планировалось. Предприниматели обещают не останавливаться и продолжать благотворительную деятельность. А сердце Замбаева Жакслык Нуртая и Александр Царикидзе, первый карагандинский. После короткой рекламы мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин В Караганде состоялась очередная ярмарка рабочих мест и вакантных должностей. По статистическим данным, на сегодняшний день 184 предприятия и организации города разных форм собственности представили 945 вакансий. Главная цель мероприятия – это установление непосредственного контакта работодателей и граждан, ищущих работу. Вместе с сотнями желающих получить вакантное рабочее место на ярмарке побывала и наша съемочная группа. На ярмарке были представлены вакансии для специалистов высокой квалификации – инженеры, врачи, учителя, воспитателей и другие, а также специалисты средней квалификации – швей, слесари, электрогазосварщики, электромонтеры, машинисты автокрана, машинисты Ямабура, токари и многие другие. Для соискателей низкой квалификации были представлены вакансии, не требующие специальной подготовки, такие как кухоработники, дорожные рабочие, грузчики, подсобные рабочие и многие другие. У нас стала уже добрая традиция, мы один раз в квартал проводим ярмарку вакансий, но так в течение месяца у нас ярмарки проходят в нашем отделе занятий социальных программ. Сегодня на ярмарку у нас представлены вакансии, до тысячи вакансий, предприятиями нашего города, города Тимирта, Уджис, Казгана. Это говорит о том, что в кадрах сегодня нуждаются жители и, соответственно, каждый горожанин, который сегодня придет на эту ярмарку, он может себе найти работу по душе. Найти себе подходящую работу пришли дети-сироты, воспитанники детских домов, пенсионеры, инвалиды и лица, освобожденные из мест лишения свободы. Ярмарку вакансий в этот раз посетило много молодежи. Окончившим университет и молодым людям сегодня трудно найти работу по профессии. Гулимдус Магомбетова закончила университет год назад. Училась в Карагандинском экономическом университете на технико-программистах. Долгое время искала работу именно по профессии. Я сегодня побеседовала со всякими фирмами, получается, и нашла работу. Благодаря ярмарке я уже с понедельника приступаю к работе. Отличительная особенность данной ярмарки в том, что сейчас открылся летний оздоровительный сезон, и основной упор идет на трудоустройство молодежи. К примеру, отряды же СЛЕ, студенческие строительные отряды активно набирают работников. На ярмарке соискатели получили возможность найти подходящую работу с достойной оплатой. Кроме того, все пришедшие могли получить полную информацию о социальных рабочих местах и о выплатах в случае потери работы. Асель Сазамбаева, Жоксолак Нурта, Александр Царикидзе, Первый Карагантинский. К другим новостям. В дипломе написано по профессии автомеханик, а в душе – любитель животных, причем предпочтительно рептилии. В гостях у Андрея Силюзина и его безногого друга с тонким и сильно удлиненным телом побывала наша съемочная группа. История этого молодого человека берет свое начало в 2010 году. Тогда Андрей Силюзин взял домой несколько рыбок, затем попугая, ну а позже наткнулся на змею – тигрового питона, в которого сразу влюбился и привез домой в Караганду из западного Казахстана. Питомца зовут Кузя, Андрей приютил его в своей квартире. К еде змея непривередлива, одной крупной крысы хватает на неделю. Дома Кузю не боятся, он миролюбивый житель, говорит хозяин. Да в них ничего страшного, если правильно ухаживать, правильно заботиться, то ничего он не сделает вредного. Единственный случай, когда он может укусить, это если сначала потрогать крысу, хомячка и запах останется на руках, тогда он укусит. Он подумает, что это добыча и укусит. Вместе с Кузей Андрей гуляет по городу. Многие карагандинцы уже успели с ним познакомиться и даже погладить. По словам Андрея, питомец больше привлекает внимание детей, чем взрослых, которые настороженно относятся к крупной неядовитой змее. Есть у Кузи одна особенность – его изюминка, так сказать. Когда у змеи возникает желание прогуляться, питон опрокидывает бутылку и стучит по ней головой. Хозяин намек понимает и по возможности выводит змею на свежий воздух. Невеста Андрея Ольга Барт змею тоже любит. Благодаря Кузе влюбленная пара и познакомилась. Именно питон изначально привлек внимание девушки, а потом и сам Андрей. На руки Ольга змею берет, а вот смотреть, как она обедает, девушка не может. Я вообще, когда он его кормит, я вообще в другой комнате сижу, мне как-то жутко на это смотреть, как он крысу ест. Помимо Кузи в доме у Андрея Селюзина проживают ящериц, хомяки и ежик. В скором времени карагандинец планирует приобрести подружку для Кузи. Она должна быть чуть больше самца. И если длина этой тигровой змеи 1 метр 80 сантиметров, то его будущая подружка будет как минимум 2,5 метра. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе. Первый карагандинский. Лекарства строго по рецепту не будут создавать большие очереди в больницах. Об этом заявляют доктора и сотрудники Департамента по контролю за медицинской и фармацевтической деятельностью. Сегодня они представили новый проект под названием «Комплексная медицинская информационная система», благодаря которой врачи будут выписывать рецепты в электронном виде. А аптеки смогут их видеть у себя в онлайн-режиме. Это позволит отпускать медикаменты без волокиты. Подробности работы проекта узнавала Айма Мрина. КМИС, так врачи сокращенно называют, комплексную медицинскую информационную систему. По их словам, она позволит сократить очереди, снизит бумажную волокиту, обмен информацией станет быстрым. В данную программу введен новый модуль по выписке рецептов. Врач оформляет рецепт через интернет. В электронном виде врачи выписывают рецепты. Аптеки эти рецепты сразу же в тот же момент онлайн видят. И могут осуществлять рецептурный отпуск именно тех препаратов, которые были реально выписаны. То есть исключаются какие-либо подделки, коррупционные действия. Экспертная комиссия при партии НОРОТАН проверила и одобрила новый проект. Ведь его создание было инициировано специально. После многочисленных жалоб от населения на огромные очереди в больницах. Совместно с общественниками мы прошли и посмотрели две поликлиники, номер один, номер три, где мы увидели, что та программа министерская, которая работает в течение многих лет, она очень старая, устаревшая и не соответствует всем современным требованиям. Но нашим областным отделом здравоохранения разработана уникальная, замечательная, комплексная, медицинская автоматизированная программа, которая позволяет нашим гражданам быстро оказывать услуги. Презентация прошла успешно. Теперь медики ждут хороших результатов. Ведь это пилотный проект. Также в Карагандинской области есть 32 социальные аптеки. Количество препаратов в них уже насчитывает до трех тысяч. Члены общественного совета при партии Нур-Отан отмечают, онлайн-рецепты позволят исключить лоббирование интересов частных аптек. Карагандинцев приглашают обучаться в антикоррупционной школе. Занятия будут проходить с 9 по 15 июня. Участие могут принять все желающие, просто подав заявку в общественный фонд транспаренции Казахстан. Всего, по словам организаторов, уже зарегистрировалось около 100 человек. Среди них студенты, преподаватели вузов, предприниматели, бизнесмены и госслужащие. Эта школа является уникальным проектом с креативным подходом к формированию антикоррупционной культуры среди граждан страны. Антикоррупционная школа поможет людям узнать о своих правах, а также повысить гражданскую ответственность. В нашем обществе многие люди думают, что без взятки решить вопрос или проблему невозможно. Однако, по словам учителей антикоррупционной школы, есть масса способов избежать взяточничества. Этим способом и обещают обучить всех желающих, а их на момент открытия школы оказалось около 100 человек. В Караганде это первый раз, это первая выездная школа. Опробовали мы эту программу в Алматы в 2014 году и получили очень высокие оценки. И хороший был спрос на то, чтобы провести антикоррупционную школу во всех регионах Казахстана. Такие семинары абсолютно новый для Казахстана образовательный формат, который представляет слушателям пошаговые рекомендации, как не стать коррупционером. Занятия проводятся бесплатно. Маляка Кусимбаева хочет поступить на госслужбу. Девушка специально решила пройти обучение в антикоррупционной школе. Обещает не брать взятки. Вообще не буду принимать взяток и так далее. Для процветания нашей страны, чтобы наша страна была такой же независимой, процветающей. В качестве спикеров выступят приглашенные политологи, журналисты и госслужащие. Впервые данная практика была проведена в 2014 году в Алматы. В этом году основатели школы решили провести выездное обучение в Караганде и Актау. А главный офис школы находится в Берлине. Также его филиалы есть в 100 странах мира. Аймамплина Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Вот и лето подоспело. В Центральном парке под голубым небом состоялось открытие летнего читального зала библиотеки имени Жаика Бектурова. Ктап казна кот ока ойна тот. Карагандинцы не только познавательны, но и весело провели время. Екатерина Афанасьева расскажет о событии. В рамках 25-летия независимости Республики Казахстан, 80-летия Карагандинской области и 40-летия областной юношеской библиотеки имени Жаика Бектурова состоялось торжественное открытие летнего читального зала. Мелодии дамбры и стихи о родине порадовали прохожих. В этот день любой желающий мог взять книгу прямо в Центральном парке и насладиться ее содержанием. Мы к сегодня, кстати, пришли с очень интересными выставками и хотелось бы еще отметить, что благодаря вот именно такому выходу, так сказать, к живому зрителю, появляется интерес у жителей Караганды, я думаю, что и просмотреть книги. Организаторы поставили перед собой цель формировать у детей и молодежи позитивное отношение к чтению и книгам, а также распространить краеведческую литературу и расширить кругозор карагандинцев в области истории и культуры страны. Евгений Благородных, прогуливаясь по парку, заметил множество книг. Пройти мимо мужчина не смог и решил принять участие в акции, где выбрал для себя интересную книгу «Летопись независимости». В данное время очень мало людей читает, а вот такая акция, она помогает занять молодежь чтением, а в интернете, ну, духовность она проявляет, когда перелистываешь книжку. Помимо чтения книг, карагандинцы приняли участие в играх и викторине, участие в которых поощрялось небольшими призами. Посетить библиотеку в летнее время года жители города смогут со вторника по воскресенье с 10 утра до 6 вечера. Екатерина Афанасьева, Жексулык, Нуртай, Александр Цирикидзе. Первый карагандинский. Михайловским отделом полиции УВД города Караганды разыскивается без вести пропавший гражданин Сыздыков Карай Айтпаевич. 1959 года рождения, проживающий по адресу город Караганда, улица Речная, дом 18, который 22 апреля 2016 года примерно в 15.00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Приметы. Рост 168-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо худое, волосы седые, глаза карие, уши средние, рот маленький. Был одет шапка вязаная черного цвета, куртка черного цвета, брюки темного цвета, резиновые сапоги черного цвета. Лиц, кто-либо знающих о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по адресу. Город Караганда, улица Крылова, 10, Михайловский отдел полиции, а также по телефону 44-5100-44-5091-8702-444-1543-102. Анонимность и вознаграждение гарантируем. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, приятных вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok